Академия Амбрелла 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 злым мозгом золотой рыбки в робокорпусе Кармайкла. В ходе последствий слез в театре Икора Тайлз впервые проявляет новую силу, вызывая дух умершего брата Бена, который появляется в середине комнаты в призрачной синей форме. Это проявленная форма Бена материальна. Он использует суперсилы, которые были у него, когда он жил, создавая массу суперсильных щупалец, чтобы убить отряд атакующих его братьев и сестер агентов комиссии. Клауз достиг этой новой ступени силы, оставаясь некоторое время трезвым, что, кажется, открыло двери к власти, превышающей общение со смертными. Если он останется тридцатым во втором сезоне, мы можем увидеть, как Клаус использует телекинез и левитацию, пару способностей, которые у него есть в комиксах, но отсутствуют в сериале. Также вероятно, что возросшая способность Клауса направлять Бен в физический мир означает, что второй сезон даст нам гораздо больше Бена, который также наконец-то получит шанс взаимодействовать с другими членами семьи. Когда Диего сталкивается с Ча-Ча в Икаре, кажется, что он наконец сможет отомстить за смерть своей подруги, детектива Юдора Петш. Однако в конце боя, когда Диего получает Ча-Ча в свою милость, он в конечном итоге щадит ее жизнь. Если вы не поняли почему, то на самом деле это комбинация его путешествия по всему миру. И до того, как он был поглощен жаждой мести, Диего всегда был одним... Тю из девятой серии. Одежка патч. Что в ней тебе нравилось? Она верила в людей. Та видела в них хорошее. Диего осознает, что, возможно, и в Ча-Ча еще было что-то хорошее. Она этого сама еще не поняла. Он принимает решение не убивать ее, чтобы у нее появился шанс найти свое. Это значит, что Диего будет менее задумчивым? Скорее всего, нет, но это начинает. Один из переломных моментов в финале Академии Амбрелла, Эллисон решает, спасать Ваню или нет. До сих пор Эллисон пыталась вразумить ее. Когда Ваня готовится к уничтожению всех Харгривз и, возможно, всего мира, Эллисон понимает, что ее, возможно, придется уничтожить. В комиксах Ваню пристреливают, но выстреливает пятый, не Эллисон. В комиксах Ваня выживает после травмы, с параличем и потерей памяти. Эллисон в сериале намеревалась по-другому, поднеся пистолет к голове Ваня и выстрелив. Звук, раздавшийся у уха Вани, нарушил концентрацию, позволяя братьям Харгривз сбежать. Потеря сознания Вани не упраздняет энергию. Потеряв сознание, огромный луч света вонзается в космос, в полной луне. Потом, когда вся луна становится ярко-кракостной, мир и конец. Как говорят, цепься в луну. Луны падают с небес, героям остается отрезок времени, чтобы спасти мир. Как у них получается? Нет. Пять вызывает всех вместе, чтобы они могли отправиться в прошлое, и предотвратить апателепсис на более ранней стадии. Думаю, есть выход отсюда. Мне нужно доверие в это. Не, не думаю так. Последствия для Вани не ясны. Она теряет сознание, и не просыпается до конца эпизода. Можно предположить, она потеряла слух. Сложно играть на скрипке и контролировать звук. Мало кто выживает после апокалипсиса, кроме семи героев. Если чать Бена живым, большинство других уже умерли. Пого, мама, Леонард, Куратор. А Хейзл и Ча-Ча? Момент. За секунду до взрыва, Хейзл и Агнес исчезают в синем свете. Украли портфель. Устройство комиссии времени, после убийства Курактора. Мы не знаем, куда ушли Хейзл и Агнес, но это не последнее их появление. С Ча-Ча гораздо хуже. Хотя технически она успешно выполнила последнее задание, сохраняя Ваню Вахаргривс в живых, мы видим, что она безуспешно пытается связаться с штабом из своего телефона-автоматора в последние моменты. Это могло случиться, как предсказывал Хейзл, потому что комиссия не собиралась спасать их от апокалипсиса. Либо просто потому, что умерла Хендлер, и нет никого, кто мог бы ответить на ее звонок. Так или иначе, к сожалению, мы должны попрощаться с Ча-Ча. Поскольку у Хейзл и Ча-Ча была долгая и блестящая карьера убийц, возможно, Харгривзы снова столкнутся с ними в прошлом, когда они еще были хладнокровными убийцами. Что так не искажает сюжетную линию, как путешествия во времени? Рик утверждал, что временные переезды могут испортить разум. На подготовке к путешествию в прошлое Харгривы словно снова стоят подростками. Возможно, это всего лишь модный, хаосный финал сезона. Знаковое изображение единения семьи Харгривзов к детстве. Вероятно, эпизод следует воспринять буквалбно. Помните, Пятый не всегда был 13-летним. Ранее он был в возрасте 58 лет. Но его возраст, как следствие метода временных скачков, вернулся к 13 годам. Пятый использует тот же метод относительно сестер и тетев. Они могут тоже помоложать. Судя по трудностям, с которыми столкнулся Пятый, быть в теле, несоответствующим возрасту, сложно. Было пару трудных дней. Если это произойдет, то подросток пытается найти способ вернуться в жизнь. Есть другой побочный эффект, более положительный. Если все в этих персонажах возвращается, посмотрите одно из наших новых видео. Еще больше видео лупер о наших любимых шоу скоро. Пишитесь на наш YouTube канал и нажмите на колокольчик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!